Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, наш Господь! Великие и дивные дела Твои, Господи! Благодарю Тебя, мой Иисус! Прости, Господи, и помилуй! Прости и благослови, и благослови детей! Сохрани их от всякого рода зла и греха и покушения на них! Милосердие над ними! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, честь и поклонение, слава и благодарение! Дьявол издевается над человеком и раздевает человека до нога, побуждая их к прелюбодеянию, к греху, за что Бог грозит карами вечным мучений. Никакой блудник, пьяница, развратитель, сквернослов не войдет в Царствие Божие. Но творящий правду будет со Христом в вечности. Ибо Господь послал проповедников, апостолов, и сказал, идите и проповедуйте Евангелие. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Слово Твое запрещает делать надписи и изображения на теле своем, ибо тело – это храм Божий, к нему никто не может прикасаться, чтобы испортить его. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Великий дивный Господь! Мы просили, Господи, благословить наше вступление в эту яму тьмы, где Содом и Гаморра, где люди мало думают о Тебе или совсем не думают. Представляя себя вечными! Слава Тебе, Христе Божий наш, слава Тебе! Богородица, Дева, радуйся! Обрадана Мария, Господь, с Тобою! Благословена Ты в женах, и благословен плод, чрева Твоего, якородилась и Христа спаса, избавителя душам нашим! Аллилуйя! Ты дивно велик, Господь! Ты сотворил человека и дал ему смысл жизни, служить Тебе, Господи Божий наш! Мы просим Тебя, Господи, пошли добрых проповедников к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, дабы соединить всех любовью Твоею! Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Коснись сердца правителей, дай им страх Твой святой! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Хвала Тебя, счастье, поклонение! Ты достоин прославления! Ты Бог! Ты спаситель мира! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Ибо нет иного Бога, кроме Тебя! Слово Твое говорит, горе смеющимся ныне! Ибо восплачете и возрыдаете! Ибо грядует бедствие, каких не было во Вселенной, когда третья часть человечества сгорит в пламенеющем гневе Божием! Аллилуйя! Благодарим Тебя, наш Господь Христос! Слава Тебе, милосердный Создатель! Да будет благословен этот день! Мы не знаем, что ожидает нас в нем! Но помоги любое известие с благодарностью встретить! Сохрани нас от ропота и недовольства! Без Твоей воли и волос не падет с головы! Дивные дела Твои, Господи! Ты сохранил нас в ночи! Хвала Тебе! И сохранил наш разум! Благодарим Тебя! Ты создал мир, наполнил его красотою тысячами различных насекомых, животных, птиц, рыб и все покорил под ноги человека, а человек все испортил, как враг природы! Прости нас, Господи, что такую красоту мы погубили! Прости! И косни сердце правителей! Вразуми их! Дай им страх Твой, Святой! Ибо с правителей, начальствующих, будет строгое взыскание на суде Божием! И сохрани их от покушения от них! И чтобы они издавали мудрые законы! Аллилуйя! Хвала Тебе, наш Иисус! Слава Тебе, Христе Божий наш! Милости Твоей, Господи, полна земля! Мы благодарим Тебя, наш Господь и Бог! Слава Тебе! Благослови нас и на этот день прожить под Твоей охраной, прославляя Твое святое имя за красоту творения, которым Ты окружил человека и поставил человека Господином над всякой тварью! Хвала Тебе! А человек опустился ниже всякого скота и творит прелюбодеяние, измену, сквернословие, пьянство, наркотики! И в эту тьму Ты позволил нам спуститься и возвестить людям о спасении! Благодарим Тебя за все, Господи! Хвала Тебе! Честь и поклонение, и слава, и благодарение! Спаси детей Сирии, покинутых! Пошли им все необходимое! И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет! Аллилуйя! Господи, коснись сердца правителей, наведи страх Твои на них, дабы мудро управляли народом, ибо строгое взыскание будет на суде Божием с начальствующих. Коснись сердца Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана, дабы всем возвестить о любви Твоей, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Ибо не послал Бог Сына Своего судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Хвала Тебя, наш Иисус! Благодарим Тебя, Господи Божий наш! Время суду! И он приблизился, и уже при дверях. Господи, Ты стоишь указывая сердце и стучишь, и кто отворит сердце, Ты войдешь к нему, и обитель у него сотворишь, и будешь веселять с ним, и он с Тобою. Хвала Тебе! Найди эти души, которые могли бы принять Тебя, служить Тебе, радоваться в Тебе. Слава Тебе, Божий наш! Слава Тебе! Аллилуйя! Спаси нас, Господи, и помилуй, спаси и сохрани. Псалом 142. Господи, услышь молитву мою, внемли моленью моему поистине Твоей, услышь меня по правде Твоей, и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается перед Тобою ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, а немело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих. Простираю к Тебе руки мои, душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай леса Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящему в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой. Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих, и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Господи, спаси юные сердца. Не дай им заразиться грехом и тем, что видят от взрослых. Пощади и помилуй. Осини их благодатью Духа Твоего Святого и дар им Твое святое помазание. И садила из них добрых благовестников, несущих радостную весть этому миру. Аллилуйя! Господи, приведи их в святую соборную апостольскую православную церковь. Даруй им истинное святое крещение. Благодарим Тебя, наш Господь. Кроме Тебя нет иного Бога, столь любящего создание Своё. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславе согрешил Господи. Прости меня грешного и помилуй им. Ты позволил, Господи, увидеть нам свет этого дня, которого никогда не было во Вселенной. И мы не знаем, что встретится в Него. Ибо слово Твое гласит, не хвались завтрашним днём, ибо не знаешь, что он родит тебе. И те, кто думали жить долго, что богатство на многие годы, но услышали, в эту ночь душу Твою возьмут у тебя. С чем ты предстанешь пред Богом? Так и случилось с несчастным богачом. Прости нас, Господи, благослови наследие Твое. Аллилуйя. Ты позволил нам, Господи, прийти в это место мрака, тьмы, прелюбодеяния и злодейства, дабы возвестить о истине Твоей. Находящиеся здесь поражены страхом от дьявола. Они прячут лица свои, как некогда согрешивший Адам в раю. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Ибо неверующие, как малые дети, думают скрыться от Бога. Ты всё знаешь прежде нашего рождения, до последнего часа нашей жизни. Аллилуйя. Хвала Тебя, наш Господь. Ты позволил нам спуститься в эту тьму, в ущелье заблуждений и мрака, и возвестить о Тебе, что Ты скоро придёшь судить этот мир, что Ты, Иисус Христос, умер за грехи людей и ждёшь покаяния. Ибо верующий в Сына Божия, Иисуса Христа, имеет жизнь вечную. Он живёт по Его заповедям, а неверующий не увидит в жизни, но гнев Божий пребывает на нём. Аллилуйя. Слава Тебе, Божий наш, слава Тебе. Хвала Тебя, честь и поклонение, слава и благодарение, во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Спаси нас, Господи, и помилуй. Спаси и защити наследие Твоё. Мы к Тебе, Господи, прибегаем, прославляя Твоё всемогущество. Ты дивно велик. Аллилуйя. Слава Тебе, Божий наш, слава Тебе. Благодарю Тебя, Господи, за свет этого нового дня, которого никогда не было, и мы не знаем, что ожидает нас. Благослови нас благосклонно, желанием принять всё, что Ты посылаешь, никогда не роптать, никому не завидовать, довольствие с тем, что есть. Великое приобретение, быть благочестивым и довольным. Слово Твое гласит, радуйтесь, и ещё раз говорю, радуйтесь, ибо велика Ваша награда на небесах. Слово Твое свидетельствует, что на страшном Божьем суде, когда все мёртвые воскреснут, люди будут разделёны на овесы козлов, и стоящим с правой стороны овцам, Господь скажет, «Войдите в радость Господина Своего, ибо алкал я хотел есть, и Вы накормили меня. Я жаждал, Вы напоили меня. Был в вузах, в тюрьме, и Вы посетили меня. Я был болен, и Вы навестили меня». И они скажут, «Когда это было, Господи? Мы Тебя не знаем и не видели». И Иисус скажет, «Так как Вы сделали это одному из малых верующих Меня, то сделали Мне». «Войдите в радость Господина Своего, и скажет стоящим слева козлищем, «Отойдите, проклятые, в огонь вечный, где сатана будет мучиться. Я был голоден, не накормили, жаждал, не напоили, не посетили». И они скажут, «Если бы мы видели Тебя, мы бы помогли Тебе». Вы не видели бедных, обездоленных. Вы жили, как эгоисты. Все в ненасытную свою утробу толкали. Прости нас, Господи. Прости. Но прощения на суде Божьем не будет. Во второй раз явится Господь не для прощения, а для осуждения. И этот суд называется страшный. «Перед Твоим пришествием, Господи, на небе явится знамение Твое, крест причистый, в тысячи крат ярче солнца. И вострясется земля, и издержнет мертвецов от первого Адама до последнего. И каждый должен будет дать отчет за свою жизнь. Верующий оправдывается кровью Христа, омытьем крови Его причистой. Верующий в Сына Божия, Христа, имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. Неверующий Богу представляет его лживым. И сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные преступления. Нет делающего добро, нет ни одного. Прости нас, Господи. Мы хвалим Твое всечестное имя. Аллилуйя. Аминь. Доброе утро. Доброе утро, Отец. У вас какие, может, вопросы есть духовные? Да, есть. Давайте. Говорите, я послушаю и могу ответить. С вашего позволения. Что сказали? Можно? Я спросил, с вашего позволения. Да, пожалуйста, я прошу. У меня такой вопрос, Отец, первый. Как к вам я могу обращаться? Как ваше имя? Мое имя Игнатий Тихонович Лапкин. Игнатий Тихонович, первый вопрос. Вот я работаю в государственной организации. У меня есть руководители, которые не веруют в Бога. Они прямо об этом заявляют. Ну, как заявляют? Ну, про между прочим они говорят, как, ну, я не верю в Бога. А я, как их подчиненный, я верю в Бога. Я верю во все писания Господа. Я верю в Иисуса. Я верю в Коран. Я верю в пророка Мухаммада. Я верю в Моисея. Я верю в все, что Бог не спасал на землю. Я верю во все, что Бог создал. Я верю в Бога единого. Но они взрослые люди. Они являются и главными инженерами, и главными механиками, и директорами. Но они не верят в Бога. И я вас прошу, как мудрого человека, как богобоязненного человека, дать мне совет. Я иной раз, честно, я нервничаю, когда мне говорят, что они не веруют. Я не богохульствую, когда я нервничаю. Но боюсь высказать им свое мнение и, возможно, потерять работу. И я вот спрашиваю у вас, моя боязнь потерять работу, не высказывая им правду. Это отторжение от Бога? Или как себя вести вообще в современном мире с этими людьми? И как себя правильно вести? Господь говорит так. Сойдет Дух Святой и научит нас на всякую правду. Он научит. Если человек молится, обращается к Богу, то эти вопросы житейские Господь разрешает. Если ты видел грешника, согрешающего, допустим, на работе, он ворует, начальник, сквернословит, ты обязан сказать ему. Если ты ему не скажешь, он продолжает грешить. Господь говорит, ты ему не сказал, и он продолжает грешить. И поэтому Господь накажет за грех. Но кровь его я взыщу с тебя, потому что ты промолчал. Но если ты говорил, а он не послушал, кровь его на его голове, а ты спас свою душу. Вот ответ дан из Икииля, 3 глава, 18 стих. Так, в Библии, вот книга, вот она какая у меня книга. Видите, какая толстая Библия. Тут так это все ясно сказано, как себя вести. Вы должны определиться, а то я верю в Мухаммада, я верю во Христа. Но надо признать, как именно верить. Действительно, в их священной книге, для них священный, мусульман, у них там написано Иса, Иса это Иисус. И они его считают за пророка. Он не пророк, да, он пророк, но он сын Божий. А они тогда, какой сын у Бога, плотским умом не разбираются. Он не просто человек, он Бога-человек. Это единственный раз было. Люди погибали во тьме. Вот, допустим, как погибали? Ну, Адам согрешил в раю. Я остановлюсь сейчас и спрошу. Слава тебе, Боже наш, слава тебе за все твои милости и щедроты, за любовь твою безмерную к роду человеческому. Ты украсил землю творением твоим, дабы человек прославлял тебе единого вечного Бога. Ты творец, и славы твоей никому не дашь. Аллилуйя. Хвала тебе, наш Господь. Какой срам. Сатана раздел даже мужчин быть готовыми к блудодеянию. Это место яма, тьмы и мрака. И ты позволил нам, Господи, быть здесь и возвестить истину твою о скором пришествии твоем, о любви твоей к роду человеческому. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава тебе, наш Бог. Хвала тебе. И во время коротко. Прибудет с нами, Господи. Твое благословение да будет над нами. Коснись сердец правителей. Навиди страх твой на них. И через них сотвори благое церкви твоей. Ибо Святая Библия говорит, что с начальствующей будет строгое взыскание, дабы издавали мудрые законы, чтобы у человека была достойная жизнь в достатке, дабы было еще уделять нуждающимся. Коснись сердца Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена и Амана. Благослови их всех, Господи. И пошли добрых проповедников, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И возвести о любви Твоей, великой и дивной. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Слава Тебе, Христе Божий наш! Аллилуйя! Благодарим Тебя за все Твои милости и щедроты. Ты Бог, не любящий беззаконие, у Тебя не водворится злой. И напрасно человек прячет лицо свое. Делающий добро идет к свету открыто, а делающий злое боится света и прячет лицо свое. И они этого не знают. Откроем, Господи! Человек делается без лица, как черви под землей. Прости нас, Владыка! И боятся, чтобы не узнали, что они пришли сюда для злого дела. И здесь прелюбодействуют, изменяют, насильники, наркоманы, сквернословы. Это Содом и Гаморра. И люди пытаются обмануть себя. И творят беззаконие, открытое совокупление, показывают половые органы. Безумное место! Но Ты послал нас сюда, чтобы сказать о любви Твоей, о суде Божьем. И в огне Божий грядет на все это безумие. Аллилуйя! Слава Тебе! От Тебя никто не скроется. Это Адам в раю пытался скрыться. И Господь возвал ему, Адам, где ты? И он ответил, услышал я голос Твой и убоялся. Так и здесь люди боятся крестного знамения. Боятся слушать, что Ты, Христос, умер за них. Плененные дьяволом люди не могут вырваться из плена. И стать сыновьями и дочерями Твоими. О, Иисус! Слава Тебе! Дивны дела Твои, наш Господь! Слава и честью Ты увенчал церковь свою. Мы благодарим Тебя, Господи, и за этот новый день, которого никогда еще не было во Вселенной. Слава Тебе! Благодарим Тебя, наш Господь! Ибо всякий, делающий добро, идет к свету, дабы явно были дела его. А делающий злое скрывается, ненавидит свет, ибо дела его злые. Прости нас, Господи, и помилуй, и найди новые души, знающие истину и желающие послужить Тебе. Слово Твое, Святая Библия, Святое Евангелие, указывает прямой путь Господу через Голгофу, место, где он был распят, где Господь наш пострадал за грехи всех людей. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Богородица Дева, радуйся, обрадана Мария, Господь с Тобою. Благословен ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, якородилась и Христа спаса, избавителя душам нашим. Слово Твое говорит, что человек, не знающий Бога, надменно поднимает перс свой, не зная, на что указать. Аллилуйя! Благодарим Тебя, Господи, за все Твои милости и щедроты. Хвала Тебе, Господь наш! Как враг страшится крестного знамения, как он напрасно пытается показать, что ничего не боится. Горе смеющимся ныне, ибо вас плащите и возрыдаете. Блаженны плащащие, ибо они утешатся. Слово Твое, Иисус Христос, доведет нас в Царство Небесное. Милости Твоей, Господи, полна земля. Хвала Тебя! Благодарим Тебя, Господи, за щедроты Твои, за долготерпение Твое, за милость, которую Ты оказал нам здесь. Слава Тебе! Благослови брата Сергия, вернувшего меня сюда. Аллилуйя! Господи Боже наш, слава Тебе! Благодарим Тебя, наш Господь и Бог. Царь Небесный, утешитель, Дух истины, иже везде Сы, и вся исполняй. Сокровища благих и жизни, Подателю, приди и вселися в нас, и исчезти нас от всякой скверны, и спаси благие души наши. Аллилуйя! Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Ибо всем нам предстоит предстать предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Ибо за гробом нет покаяния, и Христос явится судить мир, а не спасать. Теперь он пришел, чтобы спасти. Слава Тебе, Боже наш! Хвала Тебе, наш Господь! Велик и дивен наш Бог, сотворивший вселенную, миллиарды светил, и красоту на земле, животных и птиц, и все вещает о Твоей премудрости. Небо проповедует о славе Божией, и земля возвещает о силе рук Божиих. Ты сказал и явилась. И будет день, когда мировая история закончится, и сгорит земля, и все дела на ней, и наступит суд Божий. Есть Божий суд на перстнике разврата, есть грозный судья он ждет, он недоступен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед. Помилуй нас, Господи, благослови, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Христос умер за наши грехи, Он взял на Себя бремя и понес его. И верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Ты позволил нам, Господи, прийти в это место мрака и тьмы, прелюбодеяния и убийства, и всяких грехов, и люди не желают знать о тебе ничего. Как мало тех, кто взор поднимает к небу. Сатана раздел их. Они сквернословят, разрушают тело свое наркотиками и табакокурением. Пощади их, Господи, наставь на путь истины. И это молодое поколение в разуме, не дай им умереть преждевременно, без покаяния, ибо неверующий в Сына Божий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Они будут на суде Божьем брошены в гиенну огненную вместе с сатаной, где плащ искрежет дубов бесконечные веки. А праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца своего. Аллилуйя! Господи, возвысь в Святую Православную Церковь, благослови патриарха, епископа, священников, паству, избавив от сребролюбия, от симонии, чтобы не искажали святые таинства и крестились с полным троекратным погружением истинно уверовавших и бесплатно. Будь милостивным, Господи, найди новые души. Тебе хвала и слава, Тебе счастье и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Доброе утро. Доброе утро. У меня ночь в данный момент. У нас в Барнауле уже утро наступает. Ну, сейчас в Смоленске два часа. У вас какие, может, вопросы есть духовные? Можете задать. Да, у меня есть вопросы. Ну, у меня, скорее, вопрос такой не духовный. Сейчас, сейчас, я скажу. Я подожду. Слава Иисусу Христу! Говорите, пожалуйста. Вы так ответили стонтально. Ну, когда звонят, это меня специально, мы встаем 4,40, а у меня мы с братом живем, а брат сейчас в больницу попал. Я наказал 3 человека, в это время звонят, чтобы я не проспал. Одни звонят в 4,40, когда мы встаем, а другие в 6. То есть, все в порядке, я приготовил, скотину накормил, интересуется. Я понял. Ну, вот, в общем, чтобы петь в хоре церковном, я просто очень хотел что-нибудь... У меня просто тембр такой, голоса, что прям о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Он может увидеть царствие Божие. Бог будет не по хору определять, а по отношению к Нему. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Когда у вас все в порядке, вы уверовали, приняли крещение правильно, и знаете, свой талант теперь можно дальше решать. Самое-то главное мне, чтобы быть вписанным в книгу жизни. А если я туда не вписан, значит, приду к одному финалу, когда Бог будет судить налево-направо. Мысль у вас хорошая, но порядок такой. Сначала надо родиться свыше. А вы скажете, а что такое родиться свыше? Я вам скажу, запишите. В Ютубе найдите. Рождение свыше. Рождение свыше. Автора назову сейчас. Геннадий Фаст. Отец Геннадий Фаст. Правильно написать. Фаст. Это бывший минонит, преподаватель Томского университета, физик-математик. Минонит, так сказать, он принадлежал к ним. И вот мы встретились, его привели ко мне в дом. Это в 79-м году было. Мы пробеседовали до полпятого утра. И он принял православие. После этого он оставил все прежнее. Закончил семинарию, академию. Сейчас он доктор богословия в Абакане. И вот этот материал ему принадлежит. Если вы желаете у нас что-то иметь, вы запишите мою фамилию и имя. Лапкин Игнатий. Лапкин Игнатий. Вы в интернете найдете сотню роликов против меня. Потому что что я делаю, пока никто этого не делает. Против меня заговор масонов. Из Англии, это всюду. Сейчас они лепят ролик за роликом. Вот у нас в Ютубе... Ютуб называется «Во свете Библии». «Во свете Библии». А что вы делаете? Против чего все... Я сейчас скажу, чем занимаюсь. Я занимаюсь миссионерской работой. У меня вышло из печати 38 томов книг. До 7 в интернетной. Книги по 752 странице. Я проповедник. У меня путь необыкновенный. Когда я уверовал, Господь повел меня. Я прошел 5 тюрем, лагерь. 26 лет меня только терзала психиатрия. Это не дома. У меня и руки все выкручены. И Господь поставил на этот путь. Мы с нуля начали строить православную деревню. А в стране 21 тысяча погублено. И 10 тысяч дышит наладом, как говорит статистика. Один-два человека. Получили землю, статус. Храм построили православный. Брат у меня протеерей. Вот если вы зарядите, митрополит Сергий. Вот это наш алтайский митрополит, патриарший. Я что-то слышал. Да, это он член священного синода, патриархии. И он наш ближайший друг. Он к нам приезжает. И моему брату 40 лет было, как 3 февраля. Вот 3 февраля он у нас в общине был, православный. И как идет богослужение. Это настоящее небо на земле, по-другому не назовешь. Это редкой души митрополит. У нас были сложные отношения. До этого был там другой епископ. А этот такой. Мы строим деревню 150 километров от Барнаула. Он приезжает туда со священниками, с семинаристами. Этот человек просто... Ну, увидите его. У него улыбка с леса не сходит. Он именно такой и есть. Я вот, например, по милости Божией, создал создатель православного детского трудового лагеря Стана. Один на весь Советский Союз. И я был начальником его, бессменным, 45 лет. И чего только не было. Вот 98-й год, 15 краевых комиссий. Любыми путями задавить. И там соединилась еврейская организация ВНЗР. И кого только не было. И ничего не могли сделать. А почему? У меня близкие отношения с прокурором края. И он глушил это все. Близкие отношения с мэром города, с губернатором. А это уже единица. И они... Мы получили статус официальный. Вот. Это 45 лет. До 2 года сейчас в другом формате еще. 47 лет. И ни одного заболевшего ребенка ни одного утонувшего, ни одного отравленного. Это тысячи детей. И не рублят государство. Не рублят. Только гнобили. А мы учили детей не роптать. Я из мировой практики все брал самое хорошее. Много ездил по Америке. Здесь вот книги у меня вышли. Мы подарили от порта находки Владивосток. До Лиссабона прошли. 650 городов. И подарил я вообще полный комплект. Каждый комплект. 38 книг. Это 750 единиц. А у меня пенсия за 35 лет рабочего стажа. Вот в данный момент. Сегодня. Я сегодня гляжу. У нас тут вроде 1 марта. Вот. У меня сегодня пенсия 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. Вот представь себе как жить. А нас в семье у отца. Отец был инвалид войны. С матерью полкласса не кончил. 10 детей. И мы ни разу не слышали, чтобы родители ругали власть. Никогда. Весь весело жили. Ничего нету. Голодать не голодали. Где-то что-то. Мороженое, картошку. Там что только не собирали. Все выросли. Все. И ни одного больного. Вот как Бог благословляет. Ну, власть же была такая себе. Сами понимаете, наверное. Согласитесь. В те годы. Как говорить? Еще раз. Власть в те годы. Вот про какие вы сейчас говорите? Я говорю про советскую власть. В те годы. Там еще до 91-го года. Все забирали в план. Вот инвалид войны. Ну, можно было льготу дать. 10 ребятишек. Никак. Гуси вырастили от гусята. 30 гусей. Надо рубить. Пришли в план. Забрали. Нам ничего нет. Даже пера нету. Понимаете? Это убийство. И никогда не роптали. Вот все забирали буквально. Планы. Планы. Какие планы? Кто? Работаешь ни за что. Я ловил сусликов. 8 сусликов. Один трудодень. Осень придет, а ничего на него нету. То есть обман. А мне... У нас деревня маленькая. Пятый класс уже в Корщино надо было. Это на карте найдете. Там Корщино. Алтайский край. И 15 километров. Надо велосипед купить. Я шкурки сдаю, чтобы велосипед купить. Ездить в школу. И Господь всех вывел. И мы... Я вот 56 лет несу Слово Божие, проповедник. Почему ко мне такое отношение? Потому что я свидетельствую все. Я раскрыл тему масонства протоколов. Я на этой теме 14 лет отдал. То есть выше... Масонство? Да. Что... Ну, масонство в каком плане? Оно вообще в России существует? Конечно. Так открыто показано, как... Джуна Давидашвили, она принимает... Награждает Ельцина. Принимает масонскую ложу. Его нету, ее нету уже. Это прямо в комсомольской правде. Они этого не скрывают. Там какая... Полярная звезда в Санкт-Петербурге. Везде открыты ложи. Россия опутана сетью масонских лож. По всему миру. Они приготовляют престол Антихриста. Когда придет один царь, еврей из колена данного и воссядет в Иерусалиме. Это второе послание Фессалоникийцам. Вторая глава, четвертый стих. Он сядет там. Святые отцы о нем все предсказали много. Николай Гурьянов об этом говорил. Иоанн Крестьянкин. Все святые отцы древности. Он царствовать будет 3,5 года. 42 месяца. Большего ужаса земля не испытала. Что будет? Тогда будет поставлено очертание 666. На правую руку начало. Но что оно означает? До конца никто не знает. Приблизительно. Мы должны готовиться встретить Христа, не Антихриста. Не бояться смерти. Прославлять Бога талантом, который дал Господь человеку на музыкальных инструментах голосом, похвально. И поэтому сатана тут будет свое. Он будет свои песни толкать. Не идите на это. Конечно, народная такая казацкая песня бывает. Не для меня. Хорошая песня-то. На сопках Маньчжурии, допустим, там пропоешь. Вот Жанна Бищевская, она много патриотических песен поет. То есть, талант ваш не будет залежалый. Но надо все время совершенствоваться. Примеры для нас есть. Вот посмотрите. Ребров Иван. Вы слышали его? Нет. Это полунемец, полурусский в Германии. Он ростом по 2 метра. И как он выступает? Ребров Иван, зарядите. Как он поет по всему миру? Его в Россию не пускали. А он чисто русский человек разговаривает. А потом его запустили. И он тут Россию всю покорил. Ребров. Вот. Там имщик не гони лошадей, он поймет. Это поет. Посмотрите как. Он народные песни пел. Я очень многих песен знаю, но при голосе шутки. А вот вы не пожалеете, что узнаете. Узнаете. А он что, жив? Нет, умер. Недавно он умер. Не недавно, а уже года 3, наверное, назад. Ребров Иван. Он выступал одинаково на немецком, на английском языке. Вот. Я тут запрос, знаете, в ютубчике вбел. И тут пишет немецкий Шаляпин. Я вот Шаляпина очень люблю. Слушаете Шаляпин? Веру и военного бога отца втедержителя. А не слышно? Не слышно ничего? Нет. Это не слышно. Я слышу практически все песни Шаляпина. Только питерская, очень черная. У нас есть они, есть эти песни. Видишь, он как... Бог дал талант такой. А вот смотрите. Самый знаменитый был... Это Давид Шаляпинец. Договорите. Я говорю, самый знаменитый певец был... Вот. Псалтырь. Псалтырь. Да. Послушать бы его записи. Ладно. Его записи, наверное, нет. Но есть, наверное, исполнение, да? Его песен, Псалтырь, в хорах, как я понимаю. Хор исполняет песни, которые сохранились. Сретенский, Сретенский хор поет. Сретенский хор. Интересно, да. Ну, я послушаю, думаю... Так, знаете что, пока не расстались, я скажу вам. Если вы думаете на наши ресурсы прийти, называется «Во свете Библии». Запишите себе. Я уже нашел там ресурсы, я подписался, буду там смотреть иногда, чтобы аудиторию себя немножко пошли. Да, мой мир, в моем мире, просто зарядите Игнатий Лапкин. А если по скайпу желаете, тоже Игнатий Лапкин, зарядите. И можете прийти, тогда мы ближе познакомимся. У нас посещаемость небольшая, 30 миллионов просмотров. 30 тысяч подписчиков. У нас 14 тысяч 150 роликов стоит. Наших. И то, что с вами... У роликов очень много. Да. И вот вы увидите, как мы с вами разговаривали потом, когда-то. Да, даже я смогу себя увидеть. Конечно. Привет, Ютуб. Я могу это сделать завтра утром. Вы зайдите на наш сайт, я это вычленю. Ой, прекрасно. Чтобы показать вам, что у нас хороший разговор был, что мы пришли в эту бездну адскую, в эту рулетку, и тут тоже находимся... Очистился в этой бездне просто. Да, бездна эта сатанинская. Что тут делать? Прелюбодействие. Сплошной просто беда. Да. И здесь находятся люди. А зачем пришли? Нездоровые, имеют нужду врачи, а больные? Да, наверное, они душевно больные, у них что-то не так. Нет. Нет. Они люди неверующие. Они живут для своего удовольствия. Конечно. Я вот заметил, я уже месяц нахожусь здесь, примерно 80% мусульмане. Примерно. Из всех людей, примерно, половина раздетая. Ананиизмом показывает, занимается, совокупляется, все открыто. В этом нарушении как будто нету никакого. А девушки у вас попадаются, они как бы слушают? Они есть на ютубе? Есть такое, какие, вот здесь есть, несколько человек было. Но вы когда зайдете, вы посмотрите, как у нас, какой порядок в храме. Как поют богослужения, там, зарядите на ютубе на нашем, во свете Библии. И вы увидите, как митрополит у нас, во свете Библии, митрополит Сергий, зарядите. И вы увидите, какие у нас хористы поют. Как одеты. Отдельно дети зарядите, занятия с детьми идут. У нас очень строгая дисциплина. Вот сейчас, допустим, человек решил креститься, ну, с ним минут 20 побеседовали и скорее. А я вел занятия в пяти университетах. И люди, которые обращались, к окрещению готовились 500 часов. 500 часов проходили. По закону, от трех до пяти лет по канону. Это очень серьезно. И только в озере, только в полное, троекратное погружение, и только бесплатно. Сегодня все эти три условия нарушаются в церкви. Мы православные. Должи показать церковь православную, как светильник. Да. Это сто процентов. Светила. Мы православная держава, у которой своя самобытная, собственная культура, своя духовность. Своя духовность у страны, поэтому это обязательно нужно. Чтобы не за деньги делали все, не крещение, все за деньги. У нас все бесплатно. Свечи отдельно, десятина. Деньги покупают воск, чисто восковые, и свечи загораются. О чем Серафим Царусский говорил. Сегодня, чтобы вы знали для сведения, это моя наработка. Из канонов, книга правил, 719 правил. Из них 413. 57 процентов. Ежедневно в каждом храме нарушаются. Везде торговля идет. А Господь выгнал торгашей. У нас торговли в храме никакой нигде нет. Вообще никак. Из чашки не ходят. Почему? Святая десятина. Все определилось. И поэтому есть... Вы начинаете тогда эти идеи более активно продвигать в общественность? Просто я смотрю на канале, у вас есть ресурс, на котором вы можете это продвигать. У нас есть администрация, мои открытые одноклассники, ВКонтакте, Твиттер, Фейсбуке, живой журнал. Но я нигде не бываю. Обращение делаете? Обращение просто. Ну, делают там есть, которые работают. У нас коллектив, который работает. У нас ежедневно, это, три раза в неделю идут занятия. Если хотите, а как вам скинуть-то? Вы скорее выйдите на меня по скайпу. Да, я выйду. Я вам сегодня же скину данные. И вечером будете с нами на занятиях. Мы изучаем Слово Божие по святым отцам. Сейчас беседуем, как изучать Евангелие от Марка. Как беседовать, с какой группой людей. Как с сектантами беседовать. У нас очень серьезная тема. Ну, с сектантами я беседовать не собираюсь. Вы можете попасть. Они с вами будут беседовать. А вы должны защитить веру православную. Дай Бог. Нет, вы не бойтесь. Позволит. Еще раз. Я вам гарантирую сто процентов и победу. Победу над нечистью. Над нечистью. Чтобы они познали святой Звучит.